здоровенький был и подписчики мопеда раритетовича с вами снова и механик и мы сегодня поговорим о стелла челленджи сказал скорее всего стал челленджи 2 на который готовилась победа вот моя победа не сильвер мая вот после вчерашнего видео запуска стелла и мо друг роман он попросил лицо его не показывать стесняшка вот попросил проехаться сегодня на на стиле после вчерашнего чунина не сказал ну надо что-то делать в общем и мы договорились гоняли к его знакомому на великах 28 километров один край за вот этим трехлапым съемником саша тебе огромное спасибо и привет накинули его на вот это вот колокол который требует от этого съемника помните резьбу мерял но мы его вытащим и сделаем для силы видать для себя хай будет заначки закрепили этот съемник он не тянул благодаря новаторству ровно чаю и вам большому опыту в ремонте мы использовали вот гаечные ключи уперли их картер не вот как вот эти вот ребята прежние хозяева что-то пытались не смогли в итоге бросил этот мотор так и вы продали положили гаечные ключи увеличить площадь контакта и гаечными ключами дополнительно уперлись и вот это деревянной кияночкой бахнули по болту и общем-то съемник вместе с колоком красиво нам летел в голову было эпичное дальше уже разборка полетела просто просто полетел буквально за час даже меньше какой сейчас ну да за час слили масло раскидали вон а там и стали пристально изучать из проблем на колоколе умерли на видно вот роликовые подшипники они на ухо заржавевшие скорее всего мопед стоял под дождем естественно она оставила на колечитом валу вот такие вот следы думаю нулевочка их уберем дальше продолжаем по дефекта все расшипалась коробка вот не был небольшой скол на колодке включения вторичек торопит а может опусководствами уже не помню грана по мануала разберусь там если шок видео допишу комментарий куча сальников на этом моторе просто нереальнейшая куча сальников вот ходит мал вот тут тут была шайбочка резиночка опять шайбочка это все красиво зажималась дальше если вот это сейчас снять у меня получится скорее всего не получится вот 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 это вот пластина еще и не имеет один сальник дальше идет еще один сальник для вот этого барабана сальник коренной ну там кстати был мертвый как и подшипники подшипником гайки с этой стороны на сальник старте на это время выходного вала сальник правый коренной резиночку сальничек на кикстартерный бал винтик сливной слива масла тоже имеет резиночку мы в диком шоке были от этого всего качество сборки изготовления вдохновляет много фрезерованных частей вот как например как вот этот фрезерованный элемент шип 6 не дай бог не терли картер просто так вот интересно по своему поэтому мотору по своему интересные вал кикстартера вернее привод храпывая моста помните относитесь подобного плана 6 или это постоянно включена крутится тут торопит там вот этот шарик если видите вот он виден этот шарик срабатывает храповый механизм у нас рассыпалась приводные валы вот он сам бал выходной звезда крепится вал с обгонной муфтой промежуточный вал тут же шага обгонная вернее механизм специальный который передает кикстартер момент на моторную передачу он получает отключает эту шестерню скайп и все получается крутящий момент от кикстартера чисто передается на коленчатый вал то есть мопед с места не стронится что еще интересного но масло пахло откровенным выхлопом двухтактным характерным и я о том что прокладки плохие вот видно вот по автору они просто отвалились я попробую притереть и глянуть что тут было об этом сделаю доклад то есть коренные подшипники по любому вот меняться коленчатый вал футфу живой слава богу то есть вот это только дело подправить попытаемся разобрать креплением кстати отвалилась по моему одна пружинка тоже вот вот этой вроде как все тоже будем смотреть ну это основная задача у нас вывалить вот эти вот подшипники и горчатые с ними разобраться сцепление не помню это моторный для попусковое врать не буду разберусь с кинематической схемой и допишу шок чему и как у колодки кстати кстати а им тоже хана остался один металл полностью истерты будем лечить помимо росточки до второго ремонтного размера там поршень не будет от хонды диод 3435 на вагнерландии его применяли он четко подходит без переделок второй ремонтный размен тут 39 половиной потому что там у нас элементы теплового прихода если кто не помнит здесь я сейчас найду слиндер так чтобы показать видно было вот он туда это дело сейчас я проверну на световую часть вот следы теплового прихвата слава богу все у друг друга ты рели размерности детали и подобрать что-то подобное имеется возможность на этом все за внимание подписывайтесь ставьте лайки всем пока